всем доброго дня это видео записано специально для сайта маш мастеру и канала всего стиральных машин сегодня поговорим о том как проверить стиральную машину автомат при покупке ну обычно приобретая стиральную машину в магазине и находясь да в торговом зале мы не имеем возможности проверить полностью стиральную машину то есть подключив ее проведя тестовую стирку там и увидев то что там она не протекает нигде ничего никаких проблем все циклы проходят нормально есть некоторые крупные там гипермаркеты у которых на стендах стоят подключенные стиральные машины но это как бы не так часто встречается если брать допустим небольшие населенные пункты с обычными магазинами там машинка стоит на складе в коробке естественно там то что выставлено в торговом зале тоже она там едва только распаковано и все то есть нету возможности нормально проверить ее но опять же как бы с одной стороны это конечно плохо да но с другой стороны мы можем какими-то определенными методами проверить хотя бы то что возможно да не подключая стиральную машину коммуникации мы не запуская ее как мы можем ее проверить что называется без подключения ну во первых смотрите прежде всего что я посоветую проверьте комплектацию значит обычно вот барабан стиральная машина закладывается тут должен быть наливной шланг то есть тоненький такой шланг с цветным обычно с цветной гайкой пластмассовой на конце и соответственно инструкция по эксплуатации то есть как бы вот эти вот эти два элемента должны быть обязательно сливной шланг такой рифленый он подключен корпусу стиральной машины и обычно он закреплен сзади на корпусе значит если вы допустим берите прям инструкцию и смотрите что в комплекте с этой машиной идет обычно там еще транспортировочные болты они вкручены сзади в заднюю стенку там может быть еще какие-то элементы типа контейнера для жидкого порошка такая шарик такой небольшой пластмассовый еще какие-то элементы то есть смотрите в инструкции список комплектации проверьте чтобы вам продали машинку полностью укомплектованную строго как в инструкции дальше вы можете проверить как закрывается люк то есть нормальных условиях он закрывается со щелчком слышите то есть вот вы открыли закрыли конечно было бы неплохо проверить еще был как блокируется но это нужно подключение к электросети как минимум дальше можно проверить еще порошкоприемник то есть откройте его и посмотрите если допустим порошкоприемник новый содержит там какие-то следы порошка или средства явные то машинка уже эксплуатировалась вам пытаются продать бывшего употребления аппарат самый простой способ проверить досконально прям вот так вот возьмите нажмите пальцем вытащите порошка приемник и осмотрите его то есть обычно то есть следы средства могут остаться прямо вот здесь продавцы бывают игнорируют этот момент а вы можете определить дальше можно разобрать полностью вот эту вот часть вот таким образом и осмотреть также попутно осмотрите не только на предмет ну так скажем каких-то загрязнений еще смотрите на предмет повреждений то есть трещины какие-то может быть явные повреждения какие-то заводские которые впоследствии могут вам выйти боком то есть порошкоприемник начнет протекать и будут уже проблемы при эксплуатации дальше осмотрите полностью корпус со всех сторон на предмет каких-то физических повреждений то есть важно чтобы значит корпус был со всех сторон цел если какие-то царапины там а тем более там какие-то серьезные сколы отказывать с этой машинки требуйте у продавца другую также нужно посмотреть то есть как можете прям не полениться покрутить то есть немножко корпус нужно будет отодвинуть назад то есть наклонить его назад и покрутить ножки передней то есть они должны свободно крутиться дальше проверьте чтобы был установлен вот такой вот фильтр мусорный то есть бывает что машинки умудряются продать вообще без мусорного фильтра то есть естественно вот этот лючок он скрывает его наличие и когда хозяева первый раз пытаются запустить стирку у них естественно льется вода на пол полностью потому что вот эта вот штука она отсутствует также смотрите чтобы если вот есть шланг аварийного слива чтобы на нем стояла заглушка вот такая тоже может отсутствовать так ну и дальше что еще можно еще можно попросить если есть такая возможность но скорее всего она должна быть в магазине попросить продавца даже прям можно не вытаскивая машинку из упаковки подключить в розетку и и то есть важно чтобы панель управления хотя бы загорелась чтобы раздался звуковой сигнал который свидетельствует о включении давайте покажу вам вот допустим включили в розетку вот такой сигнал то есть проверьте селектор как он вращается выбирает ли он программы если где-то проскакивает например там раз хлопок не выбирается или еще какая-то программа или не отображается на дисплее до время стирки или что-то подобное значит скорее всего машинка что-то видимо с модулем либо какие-то есть сбои проблемы с прошивкой такую машинку тоже не берите то есть все должно быть работоспособно также при включении можно попросить проверить все кнопки чтобы хотя бы панель отзывалась например вот раз вот не включилась за данная программа потому что этот эта функция на данной программе недоступна но машинка все равно видите отозвалась звуковым сигналом значит модуль воспринял срабатывание кнопки и значит она рабочая вот смотрите все кнопки рабочие видите то есть в этом плане хорошо то есть отжим температура таймер то есть все проверяйте все кнопочки если значит все нормально все работает значит с высокой долей вероятности панель исправна ну я еще раз повторяю такая проверка конечно будем говорить в полевых условиях она не дает стопроцентного результата поэтому все таки я бы порекомендовал вам не устанавливать самостоятельно стиральную машину попросить это сделать именно представителю авторизованного центра в этом случае у вас сто процентов сохраняется гарантия проследите чтобы был заполнен гарантийный талон и в этом случае если вдруг какой-то заводской брак всплывет там протекать начнет машинка или там что-то со шлангами или где-то какая-то основа протечка то есть самая страшная протечка потому что ее при проверке вообще очень трудно определить места потому что большая часть мест которые могут протекать они находятся внутри корпуса поэтому как бы вот эти все патрубки соединения там бак это все невозможно проверить в магазине никто вам машинку разбирать не будет поэтому еще раз повторяю устанавливают только специалист авторизованного центра гарантия должна быть заполнена как следует и в случае возникновения каких-то проблем вы просто обращаетесь и вам устраняют эту проблему бесплатно либо меняют машинку на новую в этом случае не надо ждать как долгое дорогостоящие экспертизы там которая продлится неизвестно сколько а вам сразу все придут сделают либо заменят машинку и все будет хорошо если этот ролик был вам полезен ставьте лайки подписывайтесь на канал и всего вам доброго